Слышите этот звук? Многим из вас он знаком, а многих он вообще уносит в далекие-далекие времена. Да, некоторые уже, наверное, не знают, что это такое, но когда-то Аська была самой настоящей революцией в мире мобильного общения. И именно ей я хочу посвятить этот ностальгический, так сказать, выпуск. Погнали! Заваривайте чаек, усаживайтесь подобнее, на связи Жирный, и мы начинаем. Восьмерка упала, нифига себе! Я бы сейчас заорала, но, к сожалению, ночь не могу. С появлением первых мобильных телефонов молодежь начала новую эру общения. И если раньше парни и девушки общались между собой либо наяву, либо посредством любовных записочек, то с появлением мобильной связи все стало совсем по-другому. Молодежь начала юзать СМСки. Да, конечно, предшественникам СМС-сообщения были пейджеры, но они были далеко не у всех. Не все малолетки могли себе их позволить, да и вообще их эра очень быстро прошла. А в провинции они так вообще были непопулярны, и даже у взрослых мало у кого он был. Зато телефоны очень быстро стали настолько популярными и доступными, что появились буквально у всех. И эра мобильного общения ворвалась в наши дома, можно сказать, как гром среди ясного неба. Но СМСками общаться было крайне неудобно. Во-первых, в то время тарифы были довольно дорогими, да и вообще СМС вмещало в себя очень мало символов. И в общем, это был не самый удобный способ общения. На замену СМСкам пришли чаты. В то время не было 3G, да и не было даже AdG, или как там его правильно. Был так называемый ВАП-интернет. Стоил ВАП-интернет довольно дорого, порядка 2-3 долларов за мегабайт. Да, в то время, конечно, доллар стоил еще порядка 28-29 рублей. Но, тем не менее, это было все же дорого за мегабайт. Но спасало лишь то, что в этих всех сообщениях использовался очень маленький объем памяти, маленький трафик. И поэтому, в принципе, нескольких мегабайт хватало вполне на бурное общение в чатах. В чате общаться было намного круче, потому что, в отличие от обычной СМСки, в чате можно было общаться коллективно. И, кроме того, можно было с кем-то еще и познакомиться. Однако, настоящую революцию в мире мобильного общения совершила ICQ. Или, как ее привыкли называть в народе, Аська. По сути своей, Аська была обычным мессенджером, но немного отличающимся от известных нам сегодня телеграммов и ватсапов. Каждому пользователю выдавался номер, ЮИН. По сути, ЮИН был своеобразным идентификатором. Как номер телефона, например. Зная ваш ЮИН Ваське, друзья могли найти вас и добавить в контакты. Кроме того, Ваське можно было отправлять фотографии и у каждого пользователя была своя анкета. Помимо прочего, Ваське можно было создавать собственные чаты, ну или шариться по каким-то другим, более популярным. А самое главное ее преимущество было в том, что теперь за каждое сообщение не нужно было платить деньги, потому что все отправлялось через интернет. В то время это казалось чем-то новеньким. Нет, конечно, существовали и форумы, и чаты, и все остальное, но, тем не менее, мобильных мессенджеров как таковой еще не было. А если они и были, то они были не очень популярны. А вот Аська была самой настоящей мега популярной программой для мобильных телефонов. Как только ты покупаешь телефон, в первую очередь ты устанавливаешь туда Аську и браузер Opera Mini, по-моему. Чтоб можно было с вапаса и тегаса качать всякие картинки и 30-секундную порнушку. Аська была действительно мега популярной. Мы с друзьями общались в ней буквально целыми днями. Все то время, пока мы не гуляли вместе, и по вечерам и ночам мы, как правило, сидели в чатах, сидели в Аськах, и там переписывались со знакомыми и незнакомыми людьми, пересылали друг другу анекдоты, были всякие боты, с которыми можно было играть разные игры и все остальное. В общем, тогда это было очень круто. Вконтакте тогда еще не появился. Вернее, он появился чуть позже, но он был все же еще не таким популярным. Процесс регистрации в Аське был сложным и не самым простым, по крайней мере, так многим казалось в то время. Далеко не все знали, что такое регистрация, и те, кто умел зарегистрироваться в Аське, был нарасхват. Способов получить UIN было довольно много. Самый распространенный из них это просто зайти на официальный сайт и зарегистрироваться. Вы будете смеяться, но тогда далеко не все знали, что такое, в принципе, регистрация. И у некоторых даже возникал такой вопрос, типа, я нажимаю регистрацию, а там требуют какой-то логин и пароль. А где же мне их взять? Также существовали сервисы, которые после ввода Копчи выдавали тебе рандомный UIN и пароль. Берешь это все, идешь, вбиваешь это в клиент, меняешь пароль, и у тебя готовая Аська. Еще были сайты, где нужно было отправить смс-очку и получить UIN, но на самом деле именно поэтому те, кто шарил, где зарегать UIN, ценились нарасхват. Потому что было огромное количество сайтов, где мошенники говорили, чувак, дай нам смс-очку отправь, мы тебе UIN, ты смс-ку отправляешь, бабло у тебя снимается с телефона, а UIN тебе, естественно, никто не присылает. На сайте spaces.ru вообще был целый раздел на форуме, где можно было попросить UIN у чуваков, которые знали, где его достать. Я, кстати, там на форуме в теме как раз был указан из числа тех, кто знает, где достать UIN, и я сидел и целыми днями буквально занимался тем, что создавал новые UIN за спасибо. Вот такой вот я был человек. И это считалось круто, это было прикольно, мне нравилось это делать, как и многим другим. Позже году это, в 2010-м, темы обновили, где была расписана пошаговая инструкция по получению собственного UIN. Самыми популярными клиентами ICQ были Jim и Quip. Хотя вообще сбора к Аське было бесчисленное множество, практически все они представляли собой либо различные скины, либо необычные смайлики. Были как совсем простые для слабеньких телефонов, так и продвинутые с анимированными смайликами и множеством тем. Так, собственно, и жила Аська до тех пор, пока не появилась галактика знакомств. Она, конечно, была тоже мега популярной, но продержалась не так долго, как рудная и дорогая сердцу Аська. Тем не менее, мы о ней поговорим как-нибудь в следующих роликах. Аськой пользовались очень долго, и по сей день она существует. Правда, такой мега популярностью, как раньше, она уже, конечно, не пользуется. Да и вообще, ее вытеснули другие мессенджеры, всякие ВКонтакте, социальные сети, и, собственно, сегодня она никому не нужна. А в 2018 году Аська обновилась, и ее новые протоколы не имели ничего общего с предыдущей. Теперь она больше походила на обычный, привычный современному поколению мессенджер. Там появились стикеры, характерные для мессенджера скины, чата и все остальное. Правда, второй волны популярности это Аське так и не принесло. По сути, разработчики просто обновили дизайн в ногу со временем, и ничего не получили в ответ, что, собственно, и неудивительно. 30 мая вышла новость о том, что впервые за 20 лет в Аське не было ни одного пользователя онлайн. Видимо, так и уходят эпохи. Сегодня Аську использует мало кто. В основном это либо чуваки, которые продают разные закладки, так же, как в Телеграме, либо ее используют в качестве корпоративного мессенджера отдельной компании. Тем не менее, но и раз хочется прийти домой, сесть кушать, поставить статус куши и ловить эти приятные О-оу! С пожеланиями приятного от всех своих друзей. Ну, а вы не забудьте написать в комментариях свой Юин, если помните его наизусть. Я вот, например, помню. 5, 8, 3, 1, 9, 9, 6, 8, 6. Последний раз заходил, наверное, с него в году 2008 или 2009. Я даже не помню там статус какой стоит. Надо будет поюзать, посмотреть. Конечно же, не забудьте добавить то, о чем я, возможно, забыл сказать. Ведь тема довольно интересная и многим, думаю, есть что дополнить. А то 5 лучших комментариев попадут в следующий ролик. А сейчас вы видите 5 комментариев из предыдущего ролика. Кстати, монтаж этого видео я доверил автору группы Камера Глика. Если вам нужен монтажер, если вам нужна какая-нибудь консультация по монтажу, цветокоррекции или вообще помощь в создании видео, обращайтесь к Глику. Чтобы его проще было найти, я, конечно же, оставлю на него ссылочку в описании. Ну а на этом у меня, наверное, все. Тыкай вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, вот сюда, чтобы подписаться на канал сегодняшнего спонсора и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok